Но мы поговорим об одном важном моменте, о том, именно как себя вести, если вас пригласили не просто на скромный семейный обед или ужин, а на soirée, рецепсион, коптейль, динер, фет. Это все синонимы праздничного мероприятия или приема в честь какого-нибудь события. Но обычно вам должны прислать приглашение на такой вечер, и в этом приглашении уже может быть указан дресс-код и интересная аббревиатура RSVP. Ну, возможно, вы уже сталкивались с ней ранее, не обязательно на французских приглашениях. Это такой международный термин, который произошел от французского répondez s'il vous plaît. Ну, то есть подтвердите свое присутствие, и обычно там указан телефон для подтверждения. Теперь поговорим немного об этикете. Кстати, французское слово étiquette, помимо этикета, также означает этикетку. Поэтому, говоря о светских правилах, лучше употребить словосочетание les bonnes manières et les convenances. Итак, первое правило приличия гласит, что если вы приглашены к кому-то домой на торжественный ужин или прием, то помните о coeur d'heure de politesse. Это 15 минут вежливости. То есть придите на 15 минут позднее назначенного времени, чтобы дать, например, возможность хозяевам закончить последнее приготовление. Что с собой принести, если вас пригласили в гости? Ну, мы не привыкли ходить кому-то с пустыми руками, и у французов также принято принести с собой небольшую коробку конфет или бутылку вина. Но, конечно, если речь идет все-таки о семейном, ну, даже торжественном мероприятии, если вас пригласили на более официальный прием, то ничего приносить в подарок не нужно. Наш вариант приема под названием фуршет по-французски звучит как бюфет. Ну, мы ведь прекрасно помним, что фуршет в переводе означает вилка. Так вот, если вас пригласили именно на такой вечер, то лучше немного перекусить заранее, чтобы не торчать постоянно у накрытых столов с яствами. Это неприлично. Иногда бывает, что бюфет – это вариант аперитива, после которого все гостей приглашают к столу. Ну, тогда тем более не стоит набрасываться на фуршетные закуски, а надо взять там один-два конопы себе и отойти от стола, предоставив другим возможность беспрепятственно подойти к блюдам. Ну, и вообще создавать очередь около столов с едой просто неприлично. Кстати, помните, что спокойно отмолчаться, отсидеться где-то в уголке у вас тоже не получится, потому что у французов не принято, если кто-то из гостей скучает. Так что к вам обязательно подойдут, ну, и заведут беседу на какую-нибудь тему. Теперь поговорим о рассадке за столом. Вот в таких классических французских домах хозяйки гордятся своей способностью так рассадить гостей, чтобы, с одной стороны, не создавать какой-то клановости, а, с другой стороны, по возможности, женщины за столом должны перемежаться с мужчинами. И здесь, кстати, дело также в том, что по правилам хорошего тона именно мужчина должен ухаживать за сидящей рядом дамой, подливая ей вино в бокал или накладывая еду. Если вдруг мужчин мало, то обычно роль вот этого винодела играет хозяин дома, ну, или она достается одному из мужчин, которого хозяйка просит помочь с этим вопросом заранее. О беседах со столом мы уже как-то говорили, но не лишним было бы напомнить, что говорить с обитым ртом, громко смеяться, перебивать или не давать никому высказаться очень невежливо. Ну, и еще один немаловажный нюанс. Прощаться нужно легко. Так пел у нас один артист эстрады, и он прав только наполовину, потому что, согласно нормам французского этикета, прощаться нужно еще и долго. Так что рассчитывайте свое время. Обычно церемония прощания занимает минут 15, а то и больше. Ваша основная задача – обязательно попрощаться с хозяевами, причем именно с каждым лично. Ну, и если круг приглашенных на мероприятие небольшой, то вам нужно faire un tour de table, то есть обойти всех вокруг и попрощаться с каждым. Ну, и в то же время не рекомендуется начинать нам какую-то беседу на новую тему во время прощания. Нужно просто поблагодарить за удавшийся прием или ужин. Ну, и упаси вас бог сравнить этот прием или ужин с каким-то другим, даже если сравнение в пользу хозяйки, потому что, ну, это просто очень неприлично. Ну, на сегодня это все. Soirée, réception, cocktail, динер, фэйт. Реподайте, пожалуйста. Ле бонне маньяр, ле конвенанс. Кардер де политес. Фэр артур де-тапле. Продолжение следует...